Всем доброго времени! Меня очень просили выложить обряды на кольцо. Я решила выполнить желание. Сегодня будет один обряд. Он очень простой. Обряд на денежные энергии, на деньги, на прибыль. Сделать его может абсолютно каждый человек. Сразу скажу, что это текст мой. Но если у вас есть желание какие-то слова переделать, как-то под себя его доработать, пожалуйста. Единственное, я основные моменты хочу для вас уточнить. Во-первых, зеленая ткань желательно. Если мы делаем денежные обряды, она очень желательна. Второй момент, денежная свеча. Желательно, чтобы она у вас была. Можно и на обычную, на белую свечу. Либо кто-то даже церковными работает. Кто-то переворачивает, кто-то нет. Это дело каждого. Кто-то просто восковые свечи очень хорошо. Но в любом случае у меня есть сегодня зеленая восковая свеча. И у меня сегодня есть вот таких вот 2 доллара. У меня есть монеты, потому что я покажу 2 разновидности. И у меня есть само кольцо. Как видите, оно ни разу не надеванное. Я его покупала лично. Вы не поверите, оно у меня уже второй год лежит. Я его не ношу. И я поняла, что это кольцо с особой историей будет. Кольцо действительно особенное. Здесь Александрит камень. Очень красивый. Не особо сильно меняет цвет, потому что это Александрит ненатуральный. Но тем не менее, оно все равно имеет угол преломления. Очень интересно. Итак, самое главное. Что мы делаем? Во-первых, мы изначально смотрим, хочет ли это кольцо, подходит ли оно для нашей задачи. Мы можем это посмотреть картами, мы можем это посмотреть рамкой. Вот смотрим, хочет ли это кольцо, чтобы мы на него взяли обряд. Да, хочет. Именно на деньги. То есть, если по часовой идет маятник или рамка, мы понимаем, что это да. Также можно взять само кольцо, подвесить на нитки его и его использовать в качестве маятника, чтобы проверить, почему я не использую, потому что здесь вот это вот сейчас бирочка. Это первый момент. Второй момент. Мы зажигаем свечу. По поводу времени, когда делать обряд. В принципе, обряд на деньги не обязательно делать ночью. Но есть люди, вот сами по себе совы. Вот я к таким людям отношусь. Мне вот энергии больше, вот приток, да, именно во второй половине дня. Вот эта энергия, этот подъем. Но это у меня. Если вы жаворонок, если у вас, наоборот, энергия идет утром, вы вполне можете делать и утром. Это уже зависит от вас. Так вот, включили мы свечу, зажгли. Что мы делаем дальше? Нам нужно вот это срезать. Но срезать не просто срезать, а срезать огнем. Вообще старайтесь, если вы не хотите ничего от себя отсекать, убирать. Не ножницами вот чиркать, да, а именно огнем, да, берем. И, собственно, вот так вот. Ой, все, оно оторвалось. Все. Ну, значит, так это мог быть. Но в целом, обычно лучше всего огнем снимать. Просто огнем. Нитки вот так проводим. Все, оно отрывается. Так, кольцо у меня уже есть. Берку можно выбросить. Что мы делаем? Мы берем наше кольцо. Обратите внимание, у меня на руках нет колец. Это не просто так, для того, чтобы вся энергия, вся сила, чтобы все шло именно в это колечко. Так вот, что мы делаем? Мы берем колечко наше. Мы берем в ту руку, которая у нас более сильная. Ну, у меня левая активно. И вот так вот его просто вот греем, да, то есть согреваем, вот просто аккумулируем тепло. Это первый этап. Второй этап. Что мы делаем? Есть два варианта. Мы можем взять две монеты, вот такие, и вот так их положить. Вот так. Вот так получается. Такой бутербродик, да, сэндвич. И вот так держать. Второй момент, второй вариант. Это берем два доллара. То есть, либо две монеты, либо два доллара. Лучше золотого цвета монеты. Если, конечно, у вас в стране есть золотой цвет. Если нет золотых монет. Понятно, что это не золотые, а просто позолоченные. Мы вот так делаем. Вот. Я пробовала и такой вариант, и такой. Так вот, держим в руках и говорим. Я хозяйка кольца. Беру удачу с крыльца купца. Беру удачу везде, где лад. Найду я верный клад. В кольцо деньга, богатство, сила идет ко мне в кольцо отныне. Как кольцо не разомкнуть, так мою удачу от меня не отвернуть. Вот такой вот сам текст. Причем, вы его можете читать столько раз, сколько вот вы считаете нужно вложить. Мне, допустим, хватает трех раз прочтения. Кто-то может читать девять раз. То есть, любое троекратное трем число может быть. Кто-то 27. Если вы новичок, вам нужно гораздо дольше читать, чтобы вложить эту энергию. Что я могу еще сказать? Это кольцо после этого нужно носить как можно чаще. Его не нужно мыть водой. И вот эту денежку тоже ее нужно иметь при себе, либо куда-то отложить. Хоть 2 доллара, хоть 50 копеек монетки. В принципе, вариант одинаковый. Но монетки, чтобы не потратить, их нужно пометить, скорее всего. И доллар тоже лучше пометить, чтобы он был при вас. Ну, мне вот такого варианта, мне его хватало, наверное, на год, не больше. Но, тем не менее, можно подделывать. И носится кольцо как можно дольше. И на той руке, которая у вас принимающая. Да, чтобы вот именно шла к вам энергия. И по поводу свечи. Свеча должна прогореть полностью. Но если вот у вас нет возможности, но вам нужно этот обряд быстро доделать. Такое тоже бывает. Может быть, вы не одни живете в квартире. Всякое бывает. Ни в коем случае мы не тушим дыханием. Мы берем либо специальный, вот есть колпачок, который свечу тушит. Либо можем ножом своим. У кого-то есть атак. У кого-то, если нет специального ножа, можно взять любой нож чистый. И аккуратненько вот так вот им затушить свечу. Вот так вот аккуратненько. Раз и все. Но лучше, конечно, чтобы свеча прогорела. В некоторых вариантах я видела, когда кольцо проносят сквозь свечу и на нем активизируют. На свече можно вот так, например, положить. Такой вариант тоже. Вот. Запросто. Можно и так. То есть разновидностей здесь много. У меня такой подсвечник. Посмотрите, он позволяет. Подсвечник изоникса. Он позволяет положить сюда, как на тарелочку. Собственно, вот такой обряд. Текст я напишу. Пожалуйста, пользуйтесь. Я буду ждать вашей обратной связи. Я буду читать комментарии. Подписывайтесь на канал. Расскажите, что вы думаете о таких обрядах. Хотите ли вы новые видео на эту тему? Потому что у меня их много. Именно на кольцо. Ну и на этом все. С вами была я. Ваша Олитка-гадалка. Вот она я. На этом все. Пишите. Желаю всем богатства. Желаю всем всего самого хорошего. И почаще балуйте себя красивыми украшениями, красивыми вещами. И старайтесь не жалеть денег на своих близких. Всем пока. Пишите.